Вопросы, вопросы, вопросы. Как переделать историю? Историю угнетения России. Историю, когда, по сути, ни для детей, ни для стариков нет ничего. Но есть такая тема. И в данном случае нужно обращаться именно к капиталистам. Как они очканули? Ну как? Коммунисты есть везде. И в США, и в Великобритании, и во Франции, и в Германии. И знаете, по угнетению собственного населения это меньше, чем Родина. А почему? Я бы рекомендовал Коммунистический профсоюз. Вот что развернуло капитализм к народу. Естественно, не по полной, но там профсоюзы за рабочих, а не за капиталистов. И поэтому все тамошние суды, даже мерзкие по сути, боятся грамотно подготовленных специалистов-адвокатов, которых у нас нет. Вот кого надо привлекать. Даже в принципе платить, раз мы не можем найти. И тогда уж суды вернут нам возможность противостоять агрессии чванства. Как работать с детьми? Я лично сыну объясняю, ненужное бытие, в которое он устремится через 6 лет. Но въехать-то ему сложновато. Потому что это воровское государство. Воруют у нас, и это типа заработок. Это не заработок. Это ворье в любой схеме. Была бы вода. Она чистая. Коммунальные платежи. А они без воровства. Газ по оптовой цене в 9 рублей. Ремонт квартир. Так оно реально без отката? Пока есть желание, есть смысл. Смысл коммунистического профсоюза защитить нашу жизнь. Пока мы вправе, и это можно сделать. И главное, ломать, основываясь на истории. История была другая. Население работало на благо себя, а не на благо капитализма. Просто интересно, что будет с капиталом, если никто реально не выйдет на работу. Это делается. И капитализм там обделывается по самой не балуйся. Именно там все четко развернулось для жителей. И налоги мизерные, и ипотека нормальная. И капиталисты стали умными. Но вот поверьте, никто там не думает о родине, которой не существует. Вот с родиной сложнее. Ее любить надо, а не валить оттуда.